И приглашается с докладом Георгия Викторовича Викторовича в специально-развущественном зале. Да, ну в общем оно соответствует объявленному, хотя я хотел бы предупредить, что речь, то есть если будет представлено какой-нибудь полного анализа пушкинского стихотворения, да, а задача моя, спасибо большое, а задача моя скорее в том, чтобы показать некие технические возможности, которые открывают для читателя и исследователя режима представления процесса создания текста. В общем-то доклад возник из материала, который отрабатывался в рамках нашего проекта «Видеотекст», в котором участвуют Николай Викторович Перцов и молодые наши коллеги, нацеленного на создание компьютерной программы, которая позволит представлять результаты анализа черновиков как процесс восстановления текста в динамической мультимедийной форме. Речь пойдет о стихотворении Пушкина, и все-таки я позволю себе далее какие-то комментарии предварительные, дай по поводу звуковой его организации. В стихотворении множество раз привлекало внимание исследователей, и в особенности довольно необычные для Пушкина педалированные звуковой изобразительности. Первым на нее, очевидно, обратил внимание Вячеслав Иванович Иванов, в знаменитой статье о проблеме звукообраза у Пушкина. Он, в частности, пишет еще пример самоцветного, самозвучного слова, подобранного поэтом в россыпях языка, звукообраз обвала. Есть самое-самое слово «обвал» с его музыкой «падение и глухого раската». И несколько позже. Звукосложение этого сотканного из горных эха. Стихотворение с особой наглядностью показывает, что самое звукоподражание у Пушкина, как и у древнего Вергилия, ищет опереться на уже существующую в составе языка формуле аноматопеи или псевдоаноматопеи естественную звукопись слова. И, в общем, в статье, которую я буду упоминать здесь Александра Алексеевича Долинина, подчеркивается некая необычность вообще поэтической техники, которая проявляется у Пушкина в данном тексте. В начале статьи Иванова Иванов пишет, если новейшее исследование, он имеет в виду статью «Брихо-звуковые и звуковые повторы», если новейшее исследование видит общую норму и другой, кроме ритма, организационный принцип психологии, не спайки его состава, при последствии звуковых соответствий и поворотов. Вот это слово проходит во всех изданиях, включая опечаток, конечно, включая четырехтомное брюссельское, в черновике, в рукописи у Иванова Повторов. Но, значит, в стихе Пушкина наблюдение оборуживает высокую степень такой организованности, вместо чисто классическим стремлением не делать нарочито приметку, просвечивающий, но как бы внутрь обращенный узор звуковой ткани. И все-таки мне кажется, что степень и обвал как раз в этом отношении не характерны для Пушкина, поскольку звуковой рисунок в некотором смысле является здесь слишком навязчивым. Используя технику звукового, технику анимационного представления замен, я бы хотел обратить внимание вообще на процесс создания этого текста с последовательностью появления и исчезновения звуковых скреп, механизмом внутренней спайки элементов при посредстве звуковых соответствий повторов и невольного оправдания опечатки в статье Иванова во многом именно повторов-поворотов. Напомню, что фоностилистика текста, опираясь на силабоцентрический подход к представлению эстетически значимых звуковых эффектов стиха, обращает внимание на то, что консонантные группы, образующие повторы, какими их в частности видел Брик, не являются растянутыми, свободно рассыпанными вдоль стиха, а выступают как силабические непрерывные сегменты в пределах одного потенциального слога, или, если группа согласных превышает два, двух или нескольких смежных слогов. Расположение согласных не является свободным от сегментной просадической структуры стиха, сегмента просадического рельефа слога, слова строки. Этим обеспечивается единство и тесное взаимодействие ритмической и звуковой организации стиха, которая наиболее ярко проявляется в ритме, в моменте обязательности повтора, с параллельной сегментной слоговой просадической структурой. Возвращаясь к статье Долинина об обвале, я хотел бы привести тот ряд, который он выделяет в качестве основного для звуковой организации этого текста. Он пишет, изощренное звукопись стихотворения, в котором семь раз повторяется сочетание звуков вал, заданное заглавным существителем и его английским и французским эквивалентом аваланж, валы, волнистый, сорвал обвал, вал прервал обвал. Эту цепь образуют как ударные, так и безударные сегменты. Это уже, так сказать, мое продолжение. На самом деле, эта цепь длиннее, поскольку для цегментирования, повторяю его, достаточно его вхождения в потенциальный слог, где сходство согласных усиливает близость, но не является обязательной. Как и сама структура сегмента, которая соответствует не только модели СГС, которая согласный-глас-согласный, которая здесь, конечно, доминирует и, в общем-то, является предпочтительной, как наиболее морфологизирующая, но и любой другой в пределах одного потенциального слога. Поэтому, если мы посмотрим слева на то, как распределяется основной фоносилабемы этого текста, то обнаружим, что практически в каждой страфе два-четыре, два-два-четыре раза этот фоносилаб, так сказать, появляется. В общем, на самом деле, вот тоже такое стремление охватить одним повтором весь текст, в принципе, хотя он, так сказать, кажется его довольно логичным и красивым, практически в поэзии, так сказать, не используется. Как правило, даже, так сказать, сильные лейтмотивные, так сказать, цепочки где-то прерываются, обрываются, так сказать, их подхватывают другие, потом они могут возвращаться, иногда именно в концовке они исчезают, и в этом отношении, конечно, ситуация тоже довольно любопытна. Я не могу комментировать те повторы, которые выделены с права, которые дополняют и осложняют основную звукопись, но просто хочу предупредить, что в той демонстрации, которая будет дальше, не будет последней страфы, она очень любопытна, многие отмечали, что как бы вот эта энергетика куда-то пропадает в конце, и вот появляется легкость, ну, понятно, что это семантически поддержан, где ныне мчится лишь эол, небес, жилец. Ну, и вот в этой строке, может быть, единственная во всем тексте, где только одна есть звуковая скрепа, которая поддерживает ряд, появляющийся только в конечных словах, рифуемых в предпоследней страфе, и дальше лежал, бежал, орошал, и дальше широкий шел, и, наконец, лишь эол, небес, жилец. Вот этим переворотом завершается весь текст, при этом, так сказать, тут еще ассанансы, конечно, важны, вот это О меняется на высокотональные гласные, но, в общем-то, я этот комментарий сейчас продолжать не буду. Теперь я позволю себе перейти к представлению процесса создания этого текста в предполагаемой последовательности действий, ведущих от отправного варианта к окончательной редакции. Визуализированный процесс создания текста сопровождается графическими выделениями звуковых повторов. Прежде всего, выделяются двухконсонатные фонотилогические повторы, которые реализуют и дополняют основной звуковой лейпотик текста, ведущая словом артемы и фонослабимы гвала. Первая же строка устанавливает скрепу в атрибутивном сочетании хладной скалы путем звукового сцепления храневых частей флакал. Во второй строке появляется ключевое слово вал во множественном числе. И первая не слишком сильная межстиховая скрепа. Пенятся хладные. Пенятся хладные. И волны пока остаются в звуковом отношении как бы подвешенном в воздухе. Третья строка подхватывает уже возникшую звуковую линию. И поряд в сочетании поряд орлы актуализирует первое слово стиха. Четвертая строка превращает это созвучие в сильную скрепу предикативного сочетания. А следующая строка вновь апеллирует к первому слову текста, развертывая его звуковое с помощью глагола с предлогом «дремлют с реть». Оставшие сейчас строки атрибутивным сочетанием волнистой мглы растягивает звуковой ряд ключевого слова «валы». Вал, вал, волнистой мглы. Надо заметить, что такого рода теневые рифмовки в широком понимании основаны на синтематическом растяжении рифмующегося слова и задающем звуковую скобку словосочетания достаточно широко испытанный культиным приемом, в помощь которого могут быть организованы и он дал небольшие отрезки стихотворного текста. Например, фрагмент из 12 или 16 строк, начинающийся с «Силой ветров от залива перегорожденная Нева», «Одна поворотно шаг не в набор лива», «Нева, не в набор лива», «Силой ветров от залива острова». Да, вот эта техника достаточно хорошо Пушкину известна, а в 20 веке, хотя она известна и народной поэзией, типа «Умаланьи с маслом» и «Оладьи», но в 20 веке уже Маяковским в частности была осознанна и употреблялась вполне, как кажется, как некий стиховой прием. При этом мглы продолжают фоносилабический ряд, заданный сочетанием хладные скалы. Вершины гор сцепляются с предыдущей короткой строкой и в дальнейшем будут предлогом для новых звуковых серий. Это отправной вариант. Далее начинается правка. По каким-то причинам Пушкин не устраивает определение хладные, возможно, требуется усилить семантику визуальности. Поскольку скалы и мглы уже образовали достаточно сильное сцепление, Пушкин жертвует определением хладные, заменяя его на мрачные, что, очевидно, должно усилить визуальный контраст темных скал и белых тынящихся валов. Он находит полностью фриритмичное и заморфное постсегментно-слоговой структуре слова хладные и мрачные, но в звуковом отношении новое определение теперь повисает. И это повисание устраняется следующим ходом. Пушкин жертвует глаголом поряд, который, в общем-то, поддерживает и без того уже достаточно сильную звуковую цепь и отыскивает пару кричат мрачные. Тем самым и предшествующее сгущение визуальной семантики теперь разряжается путем этой замены на носитель семантики слуховой. И мрачные получают звуковую скринку. Следующая строфа. Здесь появляются еще замены кремлят на плещу. Тоже, так сказать, не повисает в результате, в одиночестве не оказывается носитель звукового повтора. Но вот такое движение эхообразное здесь усиливается. Кричат, рупщат, клещут. Да, ну и обваловалось то, что Пушкин в Черновике записывает французское слово. Это факт, известный всем, кто из Черновика обращался. довольно странный случай, как вы понимаете, вообще у Пушкина, чтобы он перевод давал рядом с заголовком в скобках. Очевидно, звуковое сходство обвала и оболанж Пушкина тоже здесь волновало и ему, может быть, даже и хотелось, так сказать, как-то назвать сихотворение с учателем этого слова. Понял? Все, заканчиваю. Но вот Долинин, так сказать, показывает, очень интересно, что в огромном, в большом количестве англо- контекстов по-английски поэзии это французское заимствование используется именно в таких звукописующих стихах, поэтому, в общем-то, вполне возможно здесь еще не отзначение апелляция к английскопоэтической традиции. Значит, следующая страфа продолжает основной звуковой мотив, оформляя в первой строке ее маргинальные ударные позиции, вторая строка подхватывает, кричат и гор, готовят, грохотов загородил, подводят к тереку, и в этой строке появляется мархологичная ритма обвал-вал, что не смущает Пушкина, который последней строкой ставит сильную точку в строке, замыкая ее основной фон салопемой с основным гласом остановил. Нарративное наречение к этой первой строке очевидно мешает Пушкину, но в дает ассоциацию от только загородил и сорвался раз внутри строки, звуководится на строке несколько меняется, теперь вал отмечает ударные слоки четных стоп, далее Пушкин пытается с звуковыми средствами сделать ущелье еще более узким, предлагая здесь теснину с контактным какофоническим расположением фоносилабок, но потом отказывается от какофонии и возвращает местоимение всю. Итак, звуковое движение перегорожено и остановлено, чтобы затем усилить напряженное ожидание прорыва. Здесь в третьей строфе активный, в первой строфе ряд переходит в эквилиптический режим, создается навязчивый звуковой жест приставочных классно-образных фоносилабок, прервал, присмирев, прошив, далее переворот в асферепев, вновь в инициальной позиции и в конце самым последним словом бригар. Здесь опять суммирующий и растягивающий ритм, прервал, рев, сжимается в присмирев, которая через две строки в новой звуковой версии оборачивается антонимом прервал, присмирев, прошив, асферепев. Вместо повлекся в каспии реализующего основной ритмотив предлагается заструился звуковым повтором связывающим друг и терек. Но тут же оно будет отвергнуто в процессе перестановки первых двух стихов, где теперь присмирев оказывается растянутым, а истощаясь поддерживает отставших, еще усиливается вводимым определением задних. Сематическая избыточность задних и отставших преодолевается введением упорной, что еще более усиливает, делает более сильный звуковой мотив прорыва. Ну, вот, кажется, здесь я вынужден прервать, и, в общем-то, я практически закончил основную часть доклада, и мне кажется, что при помощи такого инструментария визуализации мы действительно получаем некие новые возможности для читательской исследовательской рефлексии по поводу становления текста вообще и становления его звуковой формы. Я просто покажу быстренько, что делается в следующих строфах, но и вообще, вы знаете, манипулирование даже на большой скорости с авантестом в таком режиме, мне кажется, впоследствии может дать нам возможность яснее понимать функции того, что мы называем цифровым повтором и цифровой организацией текста. Спасибо большое. Спасибо. и у меня сразу вопросы и замечания. Значит, во-первых, по-моему, очень удачно выбран пример для откатки такой прекрасной программы, и у меня сразу предложение, как продолжить. что добавить здесь нужно? Я все время, да, почему замечательный текст? Потому что замечательные теологи о нем говорили. Еще надо вспомнить Жерманского, и он упомянул, ведь этот текст сразу, то есть он у него был на готове, когда он полемизировал с Белым, он говорит, вот вы, Андрея Белого, кидываете эти полнодарные строки как плохие, да, а вот посмотрите обвал, там это работает, и это для него было главным доказательством. Так вот, я сейчас внимательно следил, даже при медленной замене, а где тут меняется ритмика, одна форма на другую, некоторые я вече заметил, некоторые нет. Было бы замечательно, и ведь это же все связано, я смотрел, как вот эти звуковые повторы связаны с заменой третьей формы на вторую, вторую на третью, но если это будет хотя бы на уровне нумерации форм, а может быть еще как-то будет нагляднее, потому что не все так держат в голове эти формы четырестопного рямба, мне приходится просто сильно это было бы замечательно, так же сбоку они наплывали бы и менялись, и конечно лучше, но это сложно наверное, схемы, ритмические схемы это загромоздить наверное, вот надо думать, вот я как вы считаете? какие-то подсказки читателю, да, то есть вообще-то замысел этой программы в том, чтобы так сказать давать с помощью визуальных эффектов того, что у нас мы в рабочем порядке называем видеотипографикой, давать подсказки для чтения, вот такие ненавище по поводу ритмических форм если мы найдем эквивалент графический надо искать если ритмика не меняется может быть просто номера форм а если меняется порядок и там очень интересно вторая потом первая то есть то, что заметил Жернунский полнарозного основного на второй третий строке и тут можно зажечь обратить внимание глядящего читателя я не знаю чтобы менялась этническая форма и они красненькие это очень наглядно и очень полезно для абсурд большое спасибо я хотел просто сказать что конечно основной задачей этого проекта вовсе не является демонстрация звуковых замен звукового плана а просто демонстрация самих по себе замен с может быть небольшими подсказками путем введения шрифтовых дифференсаторов подсказками мотивов эти замены то есть задача заставить читателя рефлексировать по поводу собственно процесса создания текста то есть того возможность которую он в принципе не имел до сих пор поскольку как вы понимаете то как публикуются черновые варианты это совершенно нечитабельно в плане так сказать таком понимании а вот здесь процесс параллельного чтения слежения вариканск так сказать в этой реконструированной форме может так сказать дать возможность и потом ритмику подчеркнуть и так далее так что это уже второй этап и это не главная задача проекта видеотекст но это та область которая меня волнует замечание для обкатки очень хорошие еще так орион потому что его разбирал Калмагоров подробно и там все есть он просматривал все редакции он смотрел и на инструментовку и на изменение ритмики форм так что я думаю что было бы очень хорошо на нем тоже проверить и тоже следуя за замечательным исследователем можем что-то подкорректировать есть еще желающие задать вопрос пожалуйста очень интересное спасибо интересная программа я заметил что ряд замен не меняет локализма а ряд замен локализма меняется локализма вы исследовали я сказал что это только план здесь выделяется один только слой звуковой организации это вот так скажем вот эти компактные звуковые группы звуковые звуковые которые в общем-то брик на который брик указал и в общем то что мы должны называть в классическом понимании звуковыми повторами ну да просто и в широком таком да 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 конечно это 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 можно запросто и это я даже сейчас подумал что почему бы не сделать когда-то так ладно потому что там очень интересно там вот это вот о идет и потом высокотональные меняются да и это случай в конце где-то в последней статье когда локализм та же и там она опускается просто нею за счет звуков у что же там ну сектор купец да вот это может быть да и все-таки скутов удальше не дал игру да а вот здесь где ныне причем вы знаете вот нет у меня нету замен нет нет демонстрации замен но у Кушкина в последней строфе там появлялась я сейчас сейчас не вспомню что но он явно совершенно облегчает именно ассанансом облегчает звучание вот этой строки где ныне мчится лишь иол там было что-то на о сначала пушкин снимает и дает где ныне мчится лишь и только остается рифуемое иол спасибо еще вопрос короткое замечание эмоистическое скорее мне сейчас пришло в голову что возможно скрытой даже подсознательной полемикой с Пушкиным или не полемикой как раз раздинкой с Пушкиным вызвано стихотворение я не помню кто его написал я здесь ныне миловал я здесь ныне миловал я здесь ныне миловал но то что вы видите это макеты поэтому это так сказать некий относительно так сказать желаемый результат который мы конечно за действительность пока программы не можем выдавать просите и вы спросили если что можно ли посмотреть да мы говорим Николай Викторович очень так сказать заинтересован в частности в том чтобы такая версия появилась ну все помнят замечательный фильм рукписи Пушкина там голос который говорит а здесь Пушкин задумался почесал затылки и нарисовал так сказать от этого мы избавимся но конечно это будет возможно именно тогда когда все таки рукопись реальная сможет быть ассоциирована еще с конкретными с ее расшифровкой вот такой да тогда люди смогут следить читать просто потому что ну ну вообще об этом думаем как продолжение как приложение некое последствия спасибо хочу еще полосы если больше нет вопросов замечательных еще раз поблагодарим спасибо 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 спасибо